Приматоморфы Мелового периода жили По-моему тот же самый Пургаториус Жил как раз таки во время Мелпалеогеновой границы Так что вполне себе вероятно Какой-то из видов Пургаториуса Мог Застать Динозавров Вполне себе Так Смотрите в общем Канал другая история Вообще на самом деле люди милейшие Вот я их сам смотрю Но сегодня мы прислали их видос Они сегодня собственно видос выпустили Да сегодня же 13 октября Они выпустили видос Так давайте мы немножко погромче сделаем Чтобы вот так вот Вы их тоже слышали Так вот на 16 Надеюсь будет слышно Но если что проверим Вот соответственно Выпускают в основном контент Связанный с историей Такой знаете Такой развлекательно-познавательный Вот то есть в принципе Особо не парятся как бы Просто информация есть в открытых источниках Они это делают Вроде нормально получается Интересно смотреть Монтажить вроде умеют Но Сегодня прислали вот их видосик Как раз я уже сказал И Есть Такая вот Проблемка Очень много ошибок Если Вы ожидаете Что здесь будут тоже Ящерозавры И натасучие То нет Таких ошибок здесь нет Это просто Плава богу Здесь как бы с этим Все нормально Можете как бы Успокоиться С этим делом То есть Здесь как бы Все в этом плане Будет хорошо Не так ужасно Да Это все таки Не педагоги Какие-то Которые видимо Диплом в переходе Купили Это нормальные люди Вот Но тем не менее Это не уберегло их От ошибок Я соответственно В комментах им написал Типа вот У меня комментик есть Собственно Вот вы видите Что типа Один из вариантов Которые я вот услышал Да Потому что я прослушал Весь видос Вот типа Море занимали динозавры У них там было Про это сказано Собственно А мы там с ними Немножко так Пересеклись И я такой типа Спросил А можно ли Обзор на видос Сделать Ну они сказали Да Тем более Насколько я помню Они вроде даже Ссылку на меня давали Да вот Почему-то Назвали меня Отличным каналом О динозаврах Хотя о динозаврах У меня меньше половины видосов Вот Так что В принципе Люди не против критики Атомного кринжа Не будет Но Мы увидим Те самые ошибки Которые очень часто Встречаются Даже среди Тех людей Которые На обывательском уровне В принципе Представляют Что такое И палеонтология И что такое Динозавры Слушаем И внимаем И пишите в чат Слышите ли вы Что Вещают люди О господи Это громко Если Пожалуйста Что у нас там По звуку Все слышат Если все слышат Напишите Мы продолжим Все отлично Все слышно Шуш поехали Кринжа не ждите Но Исправлять на ходу будем Заодно Может что-то новое узнаете Да кстати После просмотра Видоса Не советую Идти И там Ставить дизлайки И высираться Какими-то плохими Комментами Пусть будет Как будет Во время которого Планетой Правили Динозавры И уж они-то Действительно Доминировали На земле Вне всяких Сомнений Многотонные Туши И по сей день Доводят Исследователей До экстаза А для простых Людей Служат Источником Интереса Из уважения К их истории В ближайшие Несколько минут Мы попытаемся Сбить Все что нужно Знать о динозаврах В один ролик Разумеется Тут будет Далеко не все Но все же Кратко По ключевым пунктам Истории динозавров Мы пройдемся И начнем Наше путешествие Где-то 250 миллионов Лет назад На дворе Начало Мезозойской эры Что можно Грубо перевести Как средняя жизнь Ее пока Не так много Ведь буквально Недавно Отгремело Великое Пермское Вымирание Вот заметьте Кстати говоря Одни из Немногих Людей Которые Вспоминают О пермском Вымирании И вообще О начале Мезозоя И причинах Того Че там Вообще Задвиж Мезозойский Начался Как бы Почему Типа В перми Дофига Животных Разных Было А потом Фигак И всякие Крокодилы Динозавры Так что Внезапно Даже плюс Крупнейшая В истории Земли Когда исчезло 96% Морских Видов И 73% Позвоночных Это единственное Вымирание Где под раздачу Попали даже Казалось бы Бессмертные Насекомые О причинах Вымирания Ученые Бьются до сих пор Пока что Главные Гипотезы В столкновении С колоссального Размера Метеоритом И вулканической Активностью Которые Привели К парниковому Эффекту Изменению Атмосферы И страшной Вулканической Земли Которая Могла Длиться Десятилетия В этом Ну На самом деле Насчет Астероида Я если честно Ничего не слышал А причины Пермтриарского Вымирания Чаще всего Сводятся К сильному Закислению Морей И Траповому Вулканизму В Сибири То есть Такая Огромная Планетарная Печка Которая Нагревала Атмосферу И засирала Ее Различными Газами С серой Угарным Газом Просто Повышала Уровень Уголькислоты Ну И это Меняло Климат Плюс Еще Пангея Тоже Легче Не становится Вот Про астероид Не слышал Вымирание Земля Потеряла Популярных Нынче Трилобитов Вдохновляющих Сценаристов Фильмов Ужасов Ну а для нас Важно То что После Вымирания В начале Мезозоя Когда ситуация Стабилизировалась На Земле Стало Довольно Просторно Новые Виды Не встречали Конкуренции И появлялись Как грибы Этот Период Называют Триасовым И продлится Он Где-то 50 Миллионов Лет Закончившись Плюс Минус 200 Миллионов Лет Назад Помимо Простора Для заселения Была У Земли Еще Одна Изюминка Огромный Континент Пангеа Который Только Только Начал Раскалываться Мигрировать Видом Было Проще Простого И на Всей Земле Гуляли И росли Животные И растения С минимальными Отличиями Полярных Шапок Вовсе Не было А климат Так И Зазывал Рептилии Эволюционировать Было Очень Жарко И Сухо А кожа Рептилий Теряет Мало Влаги Да И Почки Экономят Воду Как Бешеные Конкуренции Как мы Упоминали Минимум Ибо Самые Большие Живые Популяции Составляют Моллюски Да Аммониты Которые Как вы Понимаете С рептилиями Соперничают Так Себе В общем Эволюционирую Не хочу Вот и вышло Так что Пока Терапсиды Наши То что Там Соответственно Терапсиды Вымирали И они плохо Как то им там Плохо Жилось На самом деле Разнообразие Именно Цинодонтов И Дицинодонтов Собственно Две группы Которые Пережили Капитальное Вымирание Вообще то Было Довольно таки Высоким И Может быть Как то Они там Не находились В прямой Конфронтации С динозаврами Из-за того Что ниши Были разные Но Например Дицинодонты Они Очень хорошо Распространились По всей планете И вот если Каноничный Собственно Вариант С Листрозавром Вспомнить То он просто По всей Пангее Разошелся Как нефиг делать Вот Тем более Что были Дицинодонты Размером Ну так Чуточку меньше Слона То есть В принципе Даже как то Гигантизмом Увлекались Вот Так что Говорить о том Что динозавры Как то Или вообще В принципе Рептилии Там давили И не выпускали Из мелкоразмерных Ниш Терапсид Неверно То есть Вот это вот Момент Который Не стоит Забывать Но Как видите Начало Вроде бы За здравие Былась бы История Не будь Глобального Потепления Именно Крохи Переживших Вымирание Терапсид Станут Предками Млекопитающих И людей Случись это Раньше История Человечества Могла Стартовать Иначе Но Вышло Как вышло И рептилии Пережили Взрыв Появились Архозавры Из которых И выделились Динозавры А заодно Этикодонты Летающие Ящеры И старые Добрые Крокодилы Дожившие До современности Нет Вот Сейчас Минутку Человечество Могла Стартовать И пережили Взрыв Появились Архозавры Из которых Выделились Динозавры А заодно Этикодонты Летающие Нифига Подобного Архозавры Сами По себе Входят В так Называемую Токодонтную Группу Животных Вообще В принципе Архозавры По хорошему Чаще всего В токодонтов Не включаются То есть Токодонты Это такая Старая По неймингу Вообще В принципе Называется Парафилитическая Группа То есть Имеющая Общего предка Но не включающая Всех потомков Скажем так То есть Всех потомков Это в виде Архозавров В данный момент Эта группа По человечески Называется Архозавроморфы Архозавроформы Точнее Архозавроформы А не Архозавроморфы Архозавроформы Вот И в принципе Чувачки Такие Относительно Разнообразные Соответственно Токодонты Это у нас Происходит от того Что зуб Находится в лунке Только он Немножко Крепится по другому Не так как у нас С помощью специальной Связки Которая у нас Там Образует Гамфоз Да Вот у нас Как в колачивание Такой в альвеолярную дугу У них немножко По другому Но тоже есть лунка Куда корнем Крепится зуб Оттуда и Токодонты Потому что Тека Это соответственно Место посадки Зуба Да Вот это углубление А донт Это собственно Зуб Вот Так что Говорить о токодонтах Вообще в принципе Неверно Далее Говорится о том Что значит Архозавры Выделили Токодонтов Из себя То есть Это уже как бы Неправильно Токодонты Это более широкое Понятие за пределами Архозавров Та самая Парафилитическая Группа Которая включает Архозавроформ За исключением Собственно Самих Архозавров Вот Поэтому Собственно Токодонтов Сейчас никто Не использует И никаких Токодонтов Архозавры Не производили Но при этом Зубы у них По строению И по положению В челюсти Были Токодонтными Вот Собственно Такое дело Появились Архозавры Из которых Выделились Динозавры А заодно И токодонты Летающие ящеры И старые добрые Крокодилы Дожившие до Современности Архозавры Шустренько Вытеснили Безобидных Травоядных Листозавров Которые На короткое Время Умудрились Стать Доминирующим Видом Планеты Ну Вообще На самом деле Не на короткое Время А десятки Миллионов Лет Ну Не только Листрозавры А вообще В принципе Все Дицинодонты Но постепенно Дицинодонтов Начали Сменять Во первых Эти Господи Первые Травоядные Прозавроподы Крупные Ниши Мелкоразмерные Ниши Начали страдать От давления Первых Арнитисхий И Ринхозавров Кто Смотрел Один из моих Прошлых Видосов Ринхозавров Мы Касались Это такие Маленькие Четвероногие Родственники Архозавров Относительно Такие Недалекие Родственники По-моему Это одни Из самых Привитивных Архозавров Форм Они Появились Где-то В середине Триаса Изначально Были Около Насекомоядными Потом Перешли На травоедение И копание Всяких Корней Клубишков И нор Собственно Чем Они Сменили Соответственно Дицинодонтов Вот Но в принципе Дицинодонты Очень долгое время Были успешны Не мудрено И боречь А по большей части Хищных Присмыкающихся Взгляните На крокодил Присмыкающихся Это По классике А не По Настоящей Клодистике Если мы говорим Про присмыкающихся То мы говорим Сугубо Про Лепидозавров Вот Все Динозавры Относятся К архозаврам Это другая группа Дело Увеличьте его В размере Раза в три И поймете Почему У мирных Зверушек Не было шансов Где-то 230 225 Миллионов лет назад Из архозавров И вышли Первые динозавры Считается Возможно раньше 240 245 миллионов лет назад Пример Неясозавр Я уже приводил В прошлом видосе Чувак из Танзании Но он фрагментарен И возможно Является Динозавроморфом Вот Или даже Динозавроформом Вот Но в принципе По костям Говорят Что скорее всего Все-таки Динозавр Но нет целого скелета И поэтому Собственно Точное положение Дать нельзя Вот Соответственно Если это один из первых Динозавров То почему он находится В Африке А не в Южной Америке Ведь основная эволюция Динозавров проходила В Южной Америке Ну ранее имеется в виду Вот Потом это как-то Все в Азию Северную Америку Переместилось Но стартануло В Южной Вот Так что Не 235 А все-таки Пораньше Потому что 235 миллионов лет назад Мы уже находим Этих Герерозаврит Это у нас Всякие Тавы Это Ставрикозавры Это Герерозавры Это Эурапторы Это Эодромеи Это Демонозавры Они уже все Относятся К Завроподоморфам И соответственно Это такие уже Вполне себе Генерализованные Динозавры Возрастом 225 235 Миллионов лет назад Вот Так что Видимо Размером Динозавры Весили меньше Чем может показаться Собственно За примером Полезности Далеко ходить Не надо Взгляните На ныне Живущих динозавров У птиц Как и у предков Кости полые Или трубчатые Что здорово Помогает им летать Из других Интересных примеров В это время Появился Герерозавр Вес которого Уже мог доходить До половины Тонны Нифига подобного Герерозавр Это довольно Маленькое животное Это весле У него Масса прописана На 500 Килограмм Вот Для того Чтобы у него Укус был мощнее И ХП было больше А на самом деле Гера Был где-то Не более Двух метров В длину А может даже Три метра Ну вот И весом Не более Двадцати килограмм То есть Возможно даже меньше Насколько я знаю Даже меньше Вот такое Тощее животное Вот тоже Завроподоморф Но схема Оставалась той же Относительная Двуногость Длинный хвост И любовь К мясу Также название Первого динозавра Претендует Эораптор Крохотусик Весом около Десяти килограмм Но в целом Тоже не претендует Потому что это тоже Уже генерализованный Такой динозавр В принципе Ой Познаватенько Появился Кто бы не был Первым Почти все Динозавры Изначально Произошли Из группы Завроподоморфов Со схожим Строением Ключевой момент Лишь в том Что изначально В основном Появлялись Хищные особи Длинная шея И травоядность Появились позже С развитием форм Травоядных Динозавров Вообще В целом Считают Более продвинутыми С точки зрения Биологии Ребята Ага Травоядные Динозавры Более продвинутые А потом Оказывается Что Монирапторы Изобретают Повышенный Соответственно Обмен веществ А этот Как его Господи Уже забыл Двойное дыхание Там усложняет Это все такое Прочее Там родительская Забота Долгая И так далее Но продвинутые Все равно Травоядные Но по-настоящему Нам важен Тот факт Что Доминаторами В ту эпоху Динозавров Не назовешь Даже Огромные Крокодилы Подходят На эту должность Получше В триасовый Период Динозавры Были одними Из многих Кто сражался За место Под солнцем И было Их не более 2% От общей Животной Фауны Развязка Наступила Около 200 миллионов Лет назад С началом Юрского Периода Традиционно В деле Замешано Очередное Вымирание Его называют Триасово-юрским Ибо Как нетрудно догадаться По вымиранию Выставлен на границе Между двумя Периодами О причинах Как всегда Ведутся споры И снова В деле Замешаны Вулканы И изменения Климата Но следствия Таковы Что прямые Конкуренты Динозавров Круратарзы Вымерли А вместе С ними Формально Динозавры Тоже Относятся Круратарз Просто С модифицированным Собственно Процесс Раскалывания Многочисленными Извержениями Вулканов Они выбрасывали Дикое количество Углекислого Газа Которая И не снилось Сторонникам Антропогенного Глобального Потепления А кто на земле Питается Углекислым Газом Все верно Растения Попутно Из-за образования Новых морей И водных масс Увеличивалось Количество Дождей Продолжим Лишившихся Конкурентов Это было Подарком Свыше Группа Зауропота Которая Упоминалась Ранее Родила Настоящих Монстров В 2018 Году В Южной Африке Нашли Зауроподоморфа Весом В 12 Тонн Хищные Виды В раннем Юрском Периоде Тоже Начинали Показывать Гигантизм Но Пока Не Настолько Обилие Растительности Вызвало Бум Именно Утравоядных К примеру Появился Сцелидозавр Которого Многие Считают Предком Стигозавра 4 метровый Господин Кушал Траву И уже Был покрыт Мелкими Шипами Для защиты От хищников Интересным Жителем Этой Эпохи Является И Гетеродонтозавр Будучи Полтора Метра В высоту Парень Особенно Интересный Житель Интересный А Классификацию Можно Какую Чтобы Понимать Кто Кому Родствен Не выделялся Но Обладал Дифференцированными Зубами Имея И резцы И жевательные Зубы И даже Клыки Это Хорошее Замечание Учитывая Что считают Гетеродонтозавра Травоядным Но Пожалуй Главной Чертой Эпохи Раннего Юрского Периода Стали Птерозавры Летающие Ящеры Появились Одновременно С земными Динозаврами Вот Такой Намек Как будто Птерозавров Сейчас Назовут Динозаврами Вот Что-то Тут Не так По-моему Вам не кажется Что что-то Тут Не так Но Откуда Конкретно Ученые Пока Найти Не могут Ибо Промежуточных Видов Почти Нет Нам Важно Что Где-то 100 Есть Момент Что Возможно Есть Промежуточные Виды Ну Как Промежуточные Виды Общие Родственники Общие Как сказать Нет Родственники Общих Предков Это Соответственно Лагерпетиды Там Иксалерпетон Лагерпетон Драмамирон И Какой-то там Еще урод Был Которого Я забыл Их там Четыре А возможно Больше Драмамирон Самый большой Иксалерпетон Самый четвероногий Лагерпетон Самый двуногий Вот Так что В принципе Хотя бы Внешность Общего Предка Уже Была Как бы Более Менее Известна Известна Могли бы О них Сказать На самом деле Раз уж Призносите Сложные Слова То Ну Типа Почему бы И нет Девяносто Миллионов Лет Назад Птерозавры Начали Вскармливать Младенцев И активно Выделяться В новые Виды Питались Птерозавры В основном Живностью Из морей Собственно Большинство Палеонтологов Сходится Во мнении Что и летать Динозавры Научились Только ради Того Чтобы охотиться На морских Животных Одним Из Классических Представителей Является Дориг Летать Динозавры Начали Ну мы уже Поняли Что речь Явно О том Что птерозавры Стали Динозаврами Но Сразу Скажем Так Одни Моментик Первые Птерозавры Были Жителями Подлесков Насколько Я понимаю И лесов То есть Они происходят От животных Которые Являются Очевидно Существами Планирующего Полета А Каким Образом Они В таком Случае Должны Быть Связаны Живя В лесу С желанием Поохотиться На морскую Живность Увы Никто Не объяснит Так ведь Что у нас там В чате Пишут Птеров же В этом году Понизили до Архозавров Форм Из архозавров Ну на самом Деле С этим Пока что Еще никто Не согласился Поэтому С тем Что птеры Архозавров Формы Пока Еще Можно Этот Не волноваться Как бы Продолжим Натус С размахом Крыла В полтора Метра Его Зубам Поза На самом деле Зачем Такое Сложное Какое-то Название Выбирать Если Можно Тропеагната Того же Самого Сказать Завидуют Завидуют Динозавры Существовали Динозавры Было Много Кислорода Было Либо Чуть Меньше Либо Столько Же Либо Даже Чуть Больше Но Там Просто Вот На Сто Сечки Так что Гигантизм Никак Не Является Следствием Какого-то Там Охренеть Какого Мощного Соответственно Этого Как его Называется Господи Забыл Уже Мощного Не мощного А Вообще В принципе Высокого Количества Кислорода В атмосфере Вообще В принципе Чаще всего Гигантизм Никак Не связан С атмосферой Зачастую Всегда Можно Придумать Новые Способы Аэрации Разумеется Безумное Количество Пищи Отсутствие Конкурентов И Гигатонны Кислорода Вырабатываемые Огромными Растениями Привели К гигантизму И к середине Юрского Периода Свет Увидели Динозавры Знакомые Многим К примеру Стотонный Малыш Диплодок Кто Сказал То что Диплодок Весил Стотон Стотонное Животное Скорее всего Просто Не сможет Перемещаться Ну Если только Не в воде Самый Крупный Диплодок Это у нас Соответственно Диплодок Холорум Тот самый Которого Раньше Называли Сейсмазавром Он Длиной Метров 35 Но Нужно Учитывать Одну Такую Вещь Диплодоки Относятся К группе Завропод Которая Называется Флагели Каудаты Все Практически Флагели Каудаты Довольно Худощавого Для Завропода Телосложения Вот Все Довольно Худощавые Относительно Большинства Других Завропод И В принципе Даже Диплодок Холорум Скорее всего Не превышал 30 тонн Массы То есть Это далеко Не рекордсмен По массе Среди Других Динозавров И даже Среди Титанозавров Ранних Вполне Себе Были Существа Покрупнее Даже По-моему Камарозавры Есть такой Вид Камарозавра Не помню Точно Но у них Там два вида Описаны Камарозавров И один Из крупных Видов Камарозавров Ранних Он уже В принципе Был По-моему Под 25 тонн Весом То есть Вот так вот Даже просто Камарозавр Уже крупнее Чем Диплодок Вот Насекомые Были Большими Не из-за Кислорода Потому что У них Нету Было Не было Конкурентов Которые Их Жрали Вот Ну Кислород Возможно Им конечно И помогал Но В основном Большими Они были Из-за Отсутствия Конкурентов Как только Появились Настоящие Развитые Амниоты На суше Гигантские Насекомые Резко Укончились Прямо В начале Пермского Периода Вот так Хотя Кислорода Вроде еще Некоторое Время Было Довольно Много Или Двухтонный Вооруженный До зубов Стигозавр Двухтонный Стигозавр Вот Вы представляете Животное Которое Выше Слона Даже Без Пластин Весит Две Тонны Нет Стигозавры Весили 7-8 Может быть Даже До 11 Тонн Зависит От того Что мы Описываем Какой Скелет И Какие Аппроксимации Берем Потому что Две Тонны Это Относительно Крупный Аллозаврик Вот Который Давно Не кушал Который Кроме Защитных Щитков Знаменит Тем Что При Огромной Массе Его Мозг Весил Всего 70 Грамм Правда Это Не повод Для Шуток 70 Грамм Кстати Говоря У стегозавра Насколько Помню Весил Не сам Мозг 70 Грамм У стегозавра Весил Все Содержимое Черепной Коробки Так что На мозг Оставалось Примерно 43 Грамма Насколько Я помню Если я Ничего Не путаю Вот Ученые Раскрыли Что Спинной Мозг Стигозавра Содержал Больше Нервной Ткани Чем Головной Спинной Мозг Содержал Больше Нервной Ткани Чем Головной Но Дендроаксонных Аксоаксонных Дендродендритных Связей Естественно В головном Было Больше Потому Решает Не только Количество Нервных Клеток И количество Нервной Ткани Если вы Думаете Что Нервная Ткань Это Нейроны То Нихера Подобного Нейроны Это Процентов 15 Все Остальное Это Всякая Глиальная Ткань Которая Обеспечивает Работу Нейронов Так что Ну и Подумай Что В спинном Мозге Было Дофига Нервной Ткани Как бы Основная Мыслительная Это Деятельность Вся когнитивочка Находится В голове А в голове Находится Мозг Весом 43 грамма Где В принципе Этой Когнитивочки И нету Как таковой Разместится Место Ну Что поделаешь Вот А и отсюда Кстати говоря Растут Всякие Вот эти Мифы Про то Что Мол Посмотрите У этих Животных Там Эти В жопе Огромное Утолщение Спинного Мозга Мол Они там Короче Попой Думали Не Или Или У нейронов Не хватало Скорости И поэтому Там Приходилось Дополнительный Мозг В жопе Делать Чтобы Управлять Ногами И хвостом Тоже Нет Так что Как бы Увы И ах Но Большой Спинной Мозг Не спасет Если Головной Плохо Разбит Определенно Помогал Выполнять Некоторые Функции Был Еще И 20 Метровый Брахиазавр С безумной Вот 20 Метровый Брахиазавр Это Как Насколько Я знаю Большинство Брахиазавров Были От 10 Там До Максимум Метров Наверное 15 Я Что-то Уж Даже Запамятовал Еще Зависит От Того Как Ему Шею Поставить В принципе Если Маминхизавр На задние Ноги Встанет То Он Будет Выше Чем Брахиазавр Любой Из Брахиазавров Тем Более Что В принципе Были Дальние Родственники Брахиазавров Жирафа Титана Они Были Еще Выше А Если 20 Метров Это Говорится Про Длину Брахиазавра Так Он Длиннее Был Что Такое 20 Метровый Потому Что Ни С Одним Из Параметров Брахиазавра Это Число Не Поменьше Не Дотягивались Так Я Вот Еще Говорю Безумно Длинная Шея Если Хотите Безумно Длинная Шея У Нас Есть Маминхизавры Да Примитивные Завроподы Но Шея Относительно Всего Размера Тела И Вообще В принципе Она Рекордная За всю Историю Планета Самая Большая Шея Здесь Появились И Предки Тираннозавров В Хищном Семействе Терапот 160 Миллионов Лет Назад Гулял Трехметровый Гуань Лун Чуть Позже Его Сменил Дилун Со схожим Строением И повадками Насколько Я помню Они Как-то Даже Пересекались Если честно Или я Че-то путаю Надо Короче Гуглить Точно Но В Тираннозавра Это Добро Эволюционирует Нескоро А вот Птицы Уже Подсуетились И превратились В Архиоптериксов Мы говорим Про Дилуна И Гуань Луня А потом Говорим Что Уже Под Как это Называется Подсуетились И говорим Про Архиоптерикс Который Жил За десятки Миллионов Лет До Гуань Луня И Дилуня То есть Мы Нарушаем Соответственно Временную Последовательность Как будто бы Архиоптерикс Жил Одновременно С ними Ну и Плюс Еще Момент Собственно В видеоряде Во-первых Не Архиоптерикс Во-вторых Если даже Это Архиоптерикс То он Неправильно Покрашен А в-третьих Архиоптерикс К птицам Имеет Очень далекое Отношение Потому что Даже на время Своего существования Он был Примитивной Боковой Веткой Которой Оставалось Только Вымирать Бедняжка Это первый Летающий ящер Покрытый перьями Его и считают Мостом между Динозаврами И современными Птицами В середине Нью-Йорского периода Состоялся И важный Для человечества Момент Ибо Крошечные Похожие На мышей Млекопитающие Вовсю Делились Динозаврами Планету Конкурировать Напрямую Разумеется Не получалось Однако Малюсенькие Скажите Скажите Это Репинамаму Что Невозможно Было Конкурировать Напрямую Юрамайя Успешно Рожали И кормили Детей Молоком Прямо Под ногами Динозавров А кто Сказал Что Юрамайя Живых Рождала Если Вы Говорите Про Млекопитающие Это Не Обязательно То Что Это Животное Рожает Детенышей То Есть Вариантов На самом деле Довольно Много В основном Если Мы Говорим Про Юрамайю Я Даже Не Помню На самом деле Дайте Даже Гляну Откроем Википедию Великолепная Вещь Юрамайя Откроем Английскую Википедию И посмотрим Какие У нее Датировочки Ясно Все Так Придется Искать Вот так Ну-ка Юрамайя Синенсис Так Юрамайя Вот Отлично Как бы Мне ссылку Давали 160 Миллионов Лет Назад Рождала Живых Детенышей Эутерия А если Это Животное Относится К эутериям То это Она является Сестринской По отношению Ксенозоик Плацентария Ну в общем Довольно Таки Маловероятно Что она Была Настоящим Плацентарным Юрамайя И эомайя Так что Рожать Это Вряд ли Так что Пусть История Человечества И коротка Наши предки Все же Жили Бок О бок С Диплодоками И 145 Миллионов Лет Назад Вместе С ними Встретили Начало Мелового Периода На земле К этому Времени Произошли Совсем Глобальные Глобальные Изменения Континенты Почти Окончательно Разделились Пусть И находились Не на Привычных Нам Местах Это Важно Ведь Таким Образом Популяции Динозавров Развивались В ограниченных Условиях Самолетов Чтобы Пересечь Океан Бронтозавры К сожалению Не изобрели И Рассуждая О динозаврах Многие Представляют Что Все Виды Встречались Везде В реальности Динозавры Конечно Мигрировали Но Основные Популяции Все же Были Привязаны К Определенным Географическим Точкам К примеру Останки Стигозавров Были Найдены В США И Этот Динозавр Даже Является Официальным Символом Штата Колорадо Но В реальности Наибольшая Концентрация Стигозавров Жила На востоке Азии К этому Мы Обратимся Чуть Позже А вернувшись К истории Отметим Что В начале Мелового Периода Гигантизм Динозавров Вышел На пик В это Время Жил Один Из Крупнейших Видов В истории Каждый Позвонок Амфицелия В длину Составлял Больше Двух Метров Насколько Он не сохранился Насколько Я помню Если Я ничего Не путаю Вот Так что Говорить О его Размерах И о его Пропорциях Это спорно Тело В целом Составляло Больше 60 метров А масс 60 метров 60 метров В длину То есть Диплодок Холорум Говорит Со своими 35 Вы че Нет На самом деле Нет 60 метров Никогда Не было Вообще По моему Рекордсменом Как раз таки Холорум И является Так что Увы Опять таки Ошибка В числах Малышей Доходило До 120 тонн 120 тонн Откуда Такие числа Тоже Неправильно И опять Ошибка В числах В семействе Хищников Тоже Наметился Сдвиг В Африке Жили Кархарадон Тазавры По 12 метров В длину И до 10 тонн Весом Что для Хищников Кархарадон Тазавры Были довольно Худощавыми Животинками До 10 тонн Весом Они не весили Даже Гиганатазавр Который Кстати говоря Жил Не в Африке А в Южной Америке Тоже столько Не весил Он был гораздо Более худым Чем Тираннозавр Для которого Как раз Считается То что Пережратый Накачанный Тираннозавр Возможно Под конец Жизни Мог Десятку Набрать Как-то Кархи Были Куда Более Худенькими Хищника Довольно Много И в меловом Периоде Начался Настоящий Взрыв Численности Особей Долгое Время Ученые Связывали Это С развитием Цветковых Ведь в меловом Периоде Появились Пчелы И опыляющие Растения Насекомые Но позже Теорию Взрыва Разнообразия Динозавров В меловом Периоде Опровергли И сейчас Ученые Сходятся Во мнении Что большинство Видов Появились Раньше А в это время Увеличивалось Разве что Непосредственное Количество Особей Так что Имеем Что имеем 100 миллионов Лет назад На севере Африки Появился Крупнейший Хищный Динозавр В истории Именно Спинозавр Держит Этот титул Несмотря на то Что тиранозавры Были чуть тяжелее В длину Малыш Малыш Всего бы это вдруг Тиранозавр Был гораздо Ну не гораздо Но несколько легче Чем Спинозавр Спинозавр Имел довольно таки Тяжелые кости И относительно Грузное телосложение Ну и как бы У него и линейные Размеры больше Вот Так что Нет Тиранозавр Все таки Имел кучу Воздушных полостей И он конечно Может быть Не был активным Бегуном Но в любом случае Хотя бы быстро Шагать Для атаки На добычу Ему нужно было Спинозавру Нужно было плавать А не бегать Так что Он в принципе Куда более Тяжелое существо Как бы В принципе Некоторые даже Такие Относительно Минимальные Оценки Говорят о 11-12 тоннах Для взрослого спина Что Для тиранозавра Недостижимо Мог достигать До 16 метров Что на несколько метров Больше знаменитого соперника Сами тиранозавры К слову Появились гораздо позже Они вообще Чуть ли не Самый молодой Вид динозавров Ибо самые древние Останки Датируются 70 миллионами Лет назад То же самое Можно сказать И обо всеми Любимых Велоцирапторах Они тоже появились Плюс-минус 80 миллионов Лет назад Ну а безу Зависит от того О каком Велоцирапторе Идет речь Тумно популярные Трицератопсы Вообще Чуть ли не Самый молодой Вид динозавров Ибо самые поздние Скелеты Датированы 68 миллионами Лет назад Так что По иронии Самые популярные Динозавры Из серии фильмов О парке Юрского периода На самом деле Появились гораздо позже В периоде Меловом Да и выглядели Они совсем иначе Буквально недавно Ученые сошлись Во мнении Что тела Почти всех динозавров Были покрыты Веселеньким Оперением И многие ученые Сейчас считают Что Велоцирапторы Были скорее Похожи на Гуляющих пешком Птичек Чем на ящеров Из кино Ну а что До мелового Периода Жизнь шла Своим чередом На земле Становилось Немного прохладней А на полюсах Даже можно было Встретить снег Из-за раскола Материков И дрейфа Их друг от друга Климат в разных Частях света Отличался Что опять же Провоцировало Эволюцию видов В зависимости От территорий К примеру Археоптериксы Вымерли Правда Аптеродактили Все Как я уже сказал Археоптериксы Переходным звеном Не являются Они похожи На переходное звено Внешне Но переходное звено Жило примерно За 15-20 миллионов лет До археоптерикса Возможно даже раньше Еще доминировали В воздухе Что не мудрено Ибо размах крыльев Некоторых особей Вроде Кецаткоатля Мок Не кецаткоатля А кецалькоатля Но это мелочи Составлять аж 15 метров Не 15 А где-то 11 Максимум 12 Там просто Нужно правильно Сочленять кости И правильно Перепонку натягивать Чтобы Настоящие размеры Получить Эти ребята И считаются Крупнейшими Воздушными Динозаврами В истории Правда Есть несколько Конкурентов Но это уже Палеонтология И не наша забота Наша забота История И с этой точки зрения Стоит отметить Змей Они вместе с ящерицами Появились в меловом Периоде Причем до современности История динозавров Но говорится Про змеи и ящериц Что? Дожили практически Не изменившись Были на планете И черепахи Уменьшившиеся В размерах Крокодилы Ну и конечно же Рыбы Правда Опять же На вторых ролях Ибо море Плотно занимали Динозавры Малыши Элосмозавры Отжирались До 15 тонн А Элосмозавры Динозавры Это Завроптеригии Которые Находятся Даже за пределами Архозавроморф И отделились От ближайшего Предка Этих самых Архозавроморф Еще чуть ли не В начале Пермского Периода Когда еще даже Синопсиды По нормальному Не сформировались Ну может конечно Попозже Где-то уже Ко второй Половине Перми Но тем не менее Ммм Не динозавры Ихтиозавры С плезиозаврами Не слишком-то Отставали Ну а для нас Самое главное То что к концу Мелового периода Млекопитающие Уже разделились На сумчатых Плацентарных И яйцекладущих Около 87 Миллионов Воздушных Динозавров Мы уже обсуждали Просто Поэтому не смутили Как бы Повторение Уже было Уже появились Первые обезьяны И полуобезьяны Считается Что древние приматы Скорее всего Появились в тропических Лесах Азии А уже потом Расселились по миру Временные оценки Причем здесь обезьяны Появления Далеких предков Человека Постоянно сдвигаются Но можно с уверенностью Сказать Что во времена Тиранозавров Обезьянки Уже лазили по деревьям Как я уже говорил Приматоморфы были То есть Приматообразные Животные Всякие Шерстокрылые И так далее Вот Возможно Были Похожи На Пургатариуса И сам Пургатариус Но Приматов Каких-то Лемуров Или даже Обезьян Настоящих Не было Но как и динозавры В свое время Даже мечтать О доминации Млекопитающей Не могли И дело даже Не в гигантизме Динозавров Скорее наоборот Дело в их Разнообразии Ибо помимо Гигантских Существовала Куча средних И крошечных Динозавров Занима Вот это Правильное Замечание Вот Чуваки Вот постоянно Короче Делают видос Они в целом Говорят Относительно Более Правильные Вещи А потом Такие Фигак Водные Динозавры Ну Чувак Серьезно Потом Говорит Ну Вообще-то Динозавры Были Маленькими И средними Молодец Потом Ну Летающие Птерозавры Динозавры Да Ёб Давайте Как-то Надо Надо Или Про ящерозавров Делать Видос Про Настоящих Динозавров А не вот так Вот скакать Это все-таки Очень странно Выглядит Вот Как бы Ты такой Такой Синусоиде Находишься То есть У тебя Сначала У тебя Водные Динозавры А потом У тебя Вроде бы Говорят Про то Что они От архозавров Произошли А потом От архозавров Вышли Такодонты И ты опять По синусоиде Внизу Ходишь Не надо Так Ученые Давно Пытаются Их классифицировать Выходит Это с трудом Из-за постоянных Открытий Но все же Какая-никакая Структура Имеется Изначально Есть два Отряда Динозавры С бедрами Ящериц И динозавры С птичьими Бедрами Внутри Ребят С бедрами Ящериц Отдельный Подотряд Это Тераподы Они Передвигались На двух Ногах И в основном Были Хищниками Тиранозавры Классический Пример Терапода Правда Были и всеядные И даже Травоядные Тераподы К примеру Терезинозавры Из этого Подотряда И идет Знакомая всем Информация О том Что тиранозавр Предок Современной Курицы Это отчасти верно Ведь с недавних пор Ученые Относят к тераподам Не только куриц Но и всех Современных птиц Из-за сходств Это не отчасти верно Это вообще неверно Птицы Все таки Монерапторы А не ранние Целурозавры Так что Все таки Я бы очень сильно Не советовал Людям Которые делают Видосы Вот именно В такую сторону Упрощать Что типа Заинтересовать Аудиторию Как же мне Заинтересовать А Тиранозавр Предок птиц Наверное Это будет Очень интересно Что из тиранозавра Курица вышла Зачем так упрощать Я вообще Не понимаю Ну просто Чувак Которому Интересно Ему в любом случае Будет интересно Про динозавров Послушать А Какого-нибудь Дурака Заинтересовать Тем что Гой тиранозавр Это он Родственник птичек И вообще Из него Курица вышла Ты мало того Что привлечешь В аудиторию Которая Не интересуется Динозаврами А просто Пришла За Жвачкой Для мозгов Пока там Пельмешки свои Хавает Вот Потом закроет Видосы Нахер забудет И запомнит Только что Тиранозавры Это предки птиц И потом Ко мне в комменты Будет приходить И пиздеть Какую-то херню Что я мол Не разбираюсь Я на ютубе Видел Надо просто Если упрощаешь Так упрощать До такого уровня Когда Не теряется Правда Вот как-то Так надо Подходить К моменту Этому Ну а что До количества Тироподов От общего Числа Динозавров Было Около 35% Второй Подотряд Динозавров С бедрами Ящериц Завропода Морфы Как мы Упоминали Это одна Из древнейших Разновидностей Динозавров И одна Из самых Узнаваемых Ведь это Вам и Диплодоки И бронтозавры И брахиозавры Изначально Динозавры Этой группы Были мелкими Двуногими Хищниками Или Всеядными Но позже Превратились В гигантских Травоядных Монстров Охотиться На которых Не любили Даже отпетые Хищники Что до Динозавров С птичьими Бедрами Их главный И наиболее Изученный Подотряд Орнитоподы Что грубо Можно перевести Как птичья Нога Классически Ну Вот правильно Но опять же Можно было Сказать немножко Про ранних Динозавров Да Но ты вначале Уже сказал Про ранних Про гетеродонтозавров И про тиреофор То есть Можно было просто Вот этих всех Гетеродонтозавров И тиреофор Оставить Как раз таки На классификацию Динозавров Как вот например Я сделал в видосе Те кто у меня На патреон подписан Те знают Что именно так Это и случилось Ладно продолжим Но как бы я говорю Просто немножко Не структурировано Получилось Я говорю что Я не говорю что Я там мастер структуры Как то соблюдать Да у меня У меня постоянно Каша в голове Это нормально Но Вот сейчас мы резко Говорили про Птицетазовых То есть про Орнитисхий И мы такие Херак сразу В орнитопод Мы просто Сразу С разгона В орнитопод Орнитоподы Появились В юрском Периоде А орнитисхий Это вот например Ранние Типа пизонозавра Какого нибудь Они же в триасе Появились Вместе с остальными Диносами 225 миллионов лет Назад уже Первые орнитисхии Нормальные Есть Которые Продатированы И вроде как Относятся К орнитисхиям Ну как бы Структурка Страдает Это вот Сбивает На самом деле С толку Не двадцати Самыми большими Являются Вот такая Модификация Модификации Эдемонтозавра Как например Шантунгазавр Да Его обычно Шантугой Называют Шантунгазавр Он в принципе Двадцатки Наверное Не достигал Но вот Где-то Под 16 тонн По идее Должен был Весить Огромная Шкафина Конечно Но Вообще В принципе Выходящий Пельмешек Если честно Такой вот Ужатый С боков Как будто бы Он не знаю Килем На корабле Подрабатывает Титровоядными Как и ребята Из следующего Подотряда Стигазавровых Нетрудно догадаться Что классический Их То есть Мы говорим Про орнитопод Да Потом Херак И обратно По классификации Базальные Возвращаемся И говорим Про Тереофор Зачем Вот это В голове Просто не Отложится У людей Представитель Стигазавр А главная Фишка Подотряда Пластины Расположенные Вдоль Вдоль Следующий Подотряд Анкилозавры Костные Образования И почему Подотряд На теле Тоже их Фишка А крупнейшие Представители Могли достигать Массы В 6 тонн Последний Подотряд Цератопсы Тоже знаком Каждому Парагатому Бронированному Лицу Одноименного Мы говорили Про Орнитопод Сейчас Мы говорим Про Цератопсов Можно было Просто сказать Есть Цератоподы Есть Вот Мы говорим Сначала Мы говорим О примитивных Птицетазовых Гатеродонтозавры Всякие Фаброзавры То что Раньше Называли Фаброзаврами Такие Ародромиды И так далее Потом У нас Тереофоры Идут Соответственно Тереофоры Соответственно Стегазавры Анкилозавры Окей А теперь Говорим Более Прогрессивные Орнитисхи Из группы Церапод Которые Делятся На маргинацефалов И на орнитопод И вот там Уже В орнитоподах Ты говоришь Игуанодоны Дриозавры Гадрозавры А в маргинацефалиях Ты говоришь Пахицефалозавры И рогатые Динозавры Все И показываешь Схему На экране И как бы Ты максимально Сексуален После всех Этих действий Вот И как бы В принципе И дураков Отсеешь И людей Которые Пришли Заинтересованными На ролик Заинтересуешь Еще больше Я не говорю Что это больше Просмотров Даст Но Как бы Это Гораздо Лучше Относится Относится Не к Цератопсам А к подотряду Хищных Терапод Есть Еще Десятки Семейств Сотни Родов И тысячи Особей Которые Ученые До сих Пор Не могут Классифицировать Поэтому Углубляться В дебри Не так Важно Важно Лишь Помнить Что На пике Динозавры Составляли До 70% Всего Живого На планете И жили Абсолютно Везде Включая Антарктиду Которая Тогда Была Вполне Себе Зеленым Континентом До 70% Я бы Не сказал По Биомассе В воде Тоже До черта Всякого Было Динозавры Ну Наземные Позвоночные Никогда Не обладали Каким-то Гигантским Количеством Видового Разнообразия По отношению К морской Фауне Это раз По отношению К беспозвоночным Я уже Вообще Молчу И плюс Биомасса В океанах И в виде Чернистоногих И вообще Беспозвоночных Гораздо Больше Так что Ни видовое Разнообразие Я не вижу На 70% Ни по биомассе Разнообразие Я тоже Превосходство В 70% Не вижу Это очень Странное Заявление Возможно Вырвано Из контекста Возможно Речь о всех Позвоночных Или я прослушал Сейчас что-то В 1986 На острове Джеймса Росса В Антарктиде Нашли останки Антарктопельты Бронированного Анкилозавра Гордостью Другого континента Австралии Является Австраловинатор Еще один Хищный терапот А показывается Страптоспондил Из этого Из Спарголовых Динозавров Которого археологи По скорости Который теперь Вообще-то Не существует Страптоспондил Сравнивают С гепардом А в целом Называют увеличенной И более смертоносной Версией Велоцераптора Южной Америке Тоже есть Чем гордиться Хотя бы потому Что первые динозавры Вышли отсюда Так почему вы не начали Видео Как раз таки С того Откуда вышли Динозавры Поэтому звание Палеонтолога Там почетно Раскопки ведутся На постоянной Основе И приводят К открытию Ребят Вроде Аргентинозавра Одного Из крупнейших Динозавров В истории Массой До 100 тонн Европе Опять 100 тонн В свою очередь Тоже есть Чем похвастаться Ибо там Проведена Отличная работа Над археоптериксами Предками Современных птиц Есть у континента И именной Европозавр Способный Вызвать умиление Ибо он Является Одним из Самых Маленьких Завроподов С весом В сотню раз Меньше Диплодока Самый Популярный Динозавр В сотню раз Меньше Диплодока Это получается Диплодок У нас средний Весит 20 тонн Получается 200 килограмм Что ли 200 килограмм Завропод Это Кабанчик Просто такой Крупный Ну ладно Не кабанчик Это Дитё Бегемота Что-то тут не так Велоцираптор Не крошечный Велоцираптор Длиной 2,5 1,3 метра Странно Кто тогда Провикурсор Молекула Что ли Динозавра Как и гигантского Спинозавра О котором мы тоже Упоминали ранее Он на самом деле Родом из Африки И один из самых Хорошо сохранившихся Скелетов Был разбомблен Во второй мировой Про населявших Северную Америку Динозавров Пожалуй Упоминать и не будем Здесь вам И Терекс И Трицератопс И Диплодок И Стегозавр И другие Не менее популярные Динозавры Вообще Есть целый сайт Где можно Вбить свой город И посмотреть Как он выглядел На карте мира Сотню миллионов лет назад А заодно Познакомиться с динозаврами Проживавшими неподалеку Конкретно о них Лучше узнавать На узкоспециализированных Каналах Вроде упоротого Палеонтолога Там на биологии И фишках динозавров Основаны целые ролики Ну а наша специализация История И мы перейдем К следующему этапу Жизни динозавров Вот я и говорю Что постоянно На канале У них такая вот штука Что мы сначала Говорим Значит о хороших вещах Да Например То что у нас там Архозавр Да Опять же тот же пример А потом у нас фигак И резко Из них текодонты Да Вот у нас вот Мы начинаем говорить Про орнитопод Да А потом Про прогрессивную группу Орнитиски А потом такие фигак И прыгаем на тиреофор То есть мы по сути Из конца Юры Прыгаем в начало И вот Она как бы такая Структурирует А потом мы такие говорим Что аргентинозавр Сто тонн весил И как бы Серьезно То есть Вот Тут такие качели Странные Понятное дело Что в принципе Ты такой видос посмотришь И Общее представление У тебя о динозаврах будет Но когда ты начинаешь Разбираться в числах В фактах В структуре повествования То Ты понимаешь То что Этих знаний На базовом уровне Тебе Не хватит даже Чтобы энциклопедию Банально прочитать Какую-то такую Шестнадцать Двенадцать Шестнадцать Плюс И понять в ней сразу Все без гугла И Этих картинок Комиксов С пояснениями Это очень странно Возможно Возможно Человек Который писал сценарий Торопился Очень сильно И возможно Не стоит торопиться Когда ты Делаешь что-то По такой Достаточно комплексной теме Хотя вроде бы Мы говорим о Животных Которых там Чуть ли не инфраотрядом Просто называют И все Это разумеется Вымирание Массовая культура Всегда старается Изобразить вещи Просто Поэтому в сознании Большинства Вымирание Динозавров Это шальной Метеорит Ядерная зима И добивание Выживших Голодом Но в реальности Все как всегда Немного сложнее Да Где-то 65 миллионов Лет назад На землю Упал гигантский Метеорит О чем непрозрачно Намекает 180-километровый Кратер Чиксулуп На полуострове Юкатан Из-за огромного Размера Без спутников И съемок С воздуха Обнаружить его Невозможно Поэтому находка Долгое время Ученым Была неизвестна Вот Я же говорю Сразу такие Хопа И все Они по синусоиде Вверх пошли Я очень сильно Уверен Что вот сейчас Какой-то факт Не доглядели Не дочитали И что-то Обратно пойдет Вниз Пробы почвы И моделирования Подтвердили факт Падения метеорита И его ужасающий Эффект Сила удара Оказалась В 2 миллиона Раз выше Чем у самой Мощной Из изобретенных Атомных бомб Горяченная Ударная волна Несколько раз Обогнула землю По всему миру Начали извергаться Вулканы Гореть леса И природа Сошла с ума Несколько лет На планете Царила ночь Из-за упавшей Температуры Отсутствия Солнечного света А также сажи И гари Растениям И водорослям Пришлось тяжко А еще тяжелее Тем, кто ими питался А про тех, кто питался Теми, кто питался Растениями Вообще молчим Вымерло много Видов животных И растений Так что неудивительно Что динозавров Приписывают сюда же Есть только Одна несостыковка Раскопки показывают Что к концу Мелового периода Задолго до метеорита Скорость появления Многих видов динозавров Стала меньше Скорость их исчезновения К примеру Завры и цератопсы Уже находились на спаде Какие завры? То есть уже вымирали Параллельно Раскопки утверждают Что наибольший рост Разнообразия В конце мелового периода Наблюдался у млекопитающих И выходит Что они уже Потихоньку Нет На самом деле Просто сохранность Возрастает Чем ближе к нам Ну в случае Млекопитающих Которые являются Такими малоразмерными Окаменелостями Я видел Я видел Я видел Статьи По-моему Недавно Это обсуждалось Марковым На его лекциях По вымиранию динозавров Это обсуждалось На элементах Точка ру Короче говоря Получилось так Что Там немножко Неправильно Поняли ситуацию Группы Отдельные Вымирали А Какие-то Малораспространенные До этого Группы Резко уходили В новое Видообразование К примеру У гадрозавров Высокие темпы Видообразования Сохранялись Практически До конца Мелового периода У цератопсов Тоже При этом Все остальные Группы Орнетийские Зачастую Очень сильно Страдали Там как бы Ладно Анкилозавров Постоянно Всю историю Планеты Там полтора Человека Как бы по всей Планете Ходит Как бы пофиг Вот Но именно Цератопсы Некоторые Группы Цератопсов И некоторые Группы Гадрозавров Они прямо Резко Начали Увеличиваться По количеству Видов И еще Что важно Эти отдельные Виды Начали Очень сильно Конкурировать И не давать Возможности Занять Их экологическую Нишу Сместить их То есть Как бы Эволюционные Темпы Сами по себе Сменились Потому что Появились Видимо Какие-то Очень успешные Виды Динозавров Которые Смогли Просто Экспроприировать Всю Экологическую Нишу Огромную На себя На себе Ее Замкнуть И не Позволить В течение Очень долгого Времени Себя Из этой Ниши Вытеснять То есть Вот как Вот например Тираннозавр Появившись Там Как бы В принципе Появляясь Скажем Там В течение Восьми Там Десяти Миллионов Лет Постепенно Привел К тому Что Все остальные Тираннозавроиды Тираннозавриды Тираннозаврины На каждой Из тех Территорий Где он Жил То есть Если мы Говорим Про Торбозавра Про Жучин Тирана Про Самого Тираннозавра Рекса Он не давал Никому Из Соразмерных Хищников Появиться То есть Он Являлся Гегемоном Своей Экологической Ниши Более того Молодняк Тираннозавра Занимал Еще ниши Среднеразмерных Хищников По меркам Динозавров То есть Если мы Посмотрим На окаменелости У нас Есть Маленькие Рапторы Там Всякие Маленькие Тираннозавриды И так далее Потом у нас Например В формации Хеллкрик Все заканчивается Этим Господи Забыл Как его Дакутораптором Который Длиной От 4 до 6 Метров Такое худощавое Животное Там 400-550 Килограмм Максимум Весит И потом Все херак И все И от Дакутораптора От его 500 килограмм У нас До 6-тонного 8-тонного Тираннозавра Огромная Дыра Вот И эту дыру Занимают Молодняк Тираннозавр То есть Один вид Занял Все ниши Так же И было С гадрозаврами Когда например Один род Эдмонтозавров Занял Кучу Территорий От Этой Господи Бляха Муха От Азии До Северной Америки Там вот Они просто Там разных Размеров были Но в принципе Как бы Вот эти вот Отдельные виды Которые друг на друга Похожи Просто там По пропорции Менушка разные Они просто Бляха Везде были Естественно Когда у тебя Такое пониженное Видовое разнообразие Когда у тебя Один вид Везде Расползается Просто Когда что-то Происходит То как бы Ну естественно Наебывается сразу Все Астероид пришел Как бы да И он всех Вот просто Навернул И соответственно Навернул и все Экологические ниши Которые связаны С такими вот Существами Которые Захватили Экологические ниши И завязали Их на себя Так что Видимо Динозавров убило Не то что у них Видообразование Упало по какой-то причине Там У них видообразование Упало потому что Появились успешные группы Которые начали занимать Ниши В стабильных условиях Существования А вот И на самом деле У рапторов То же самое шло У млекопитающих Наоборот У млекопитающих Постепенно изменялась Соответственно Растительность На планете И менялся Климат Постепенно И у них Было очень большой Простор Там кто на деревья Кто под землю Кто там Начинает на мелких Динозавров охотиться Там кто-то Как Гастрокауда Например Вообще Под водой Умел плавать Вот То есть Им было куда идти А у динозавров Один вид Всю нишу возьмет Займет И все И сидит Как собака на сене Никого не пускает Пока не сдохнет А вместе с ним Сдохнут все остальные Может поэтому И навернулись Так что Это Не значит То что Если видообразование Падает Что динозаврам Было херово Им не было херово У них было все Охранительно Их было Просто тон Там тоннами Они везде жили Потому что Растительности Только больше стало Соответственно У нас есть Консументы Первого порядка За ними Консументы Второго порядка И так далее И этим консументам Есть что жрать В виде Продуцентов Растений Там Их-то было много Там же Как-то семенные Наконец-то Появились Леса И луга Все Можно пастись И радоваться жизни Так что С этими темпами Видообразования Тоже нужно быть осторожным Поддавливали динозавров А еще плюс-минус В это время Случилась мощнейшая Серия извержений Деканских трапов Финальным аккордом Плюс-минус В это время В воздухе Снизилось количество Кислорода Растительности Стало меньше А температура Начала штормить Из потеплений В похолодание Из-за вулканизма В итоге Ученые В споре о вымирании Разделились на Три лагеря Поддерживая Теорию астероида Вулканов Или экологические Причины У сторонников Астероида Аргументы Казались Самыми убойными Прослойки глины Совпадающей По времени С гибелью Динозавров Аномальное Количество Иридия Металл Рожденного В космосе Сторонники Вулканизма Демонстрируют Краткосрочное Похолодание Которое Сменилось Потеплением Задолго До падения Метеорита Обычно Такое Случается Из-за Извержений Ну а экологи Не забывают Напомнить Что цветковые Растения В меловом Периоде Сменили Папоротники И без Всяких Метеоритов Так почему Бы тому же Самому Не произойти И в животной Среде Теории Но без Метеоритов То без Метеоритов Но тем Не менее Динозавры Так к этой Жратве Очень хорошо Приспособились И к экологии Этой Хорошо Приспособились Так что Цветковые Растения Динозаврам В принципе Только в пользу Были Хотя раньше Говорили Что типа Ой Ко-ко-ко Там Цветочки Убили Тираннозавра Понюхал И сдох Не так Работает Эволюция Согласитесь Да Отстраиваются Самые Необычные Начиная От того Что из-за Изменений Климата У динозавров Могли Рождаться Только Самцы Теория Кажется Безумной Но только На первый Взгляд Ведь Некоторые Виды Черепах Вымирают Прямо На наших Глазах На примере Ныне Живущих Созданий Ученые Доказали Что Температура Инкубации Напрямую Влияет На пол Рождающейся Черепашки К концу Века 93% Детенышей Зеленых Черепах Будут Самками Ситуация Противоположна Динозаврам Но очевидно Что с таким Дисбалансом Популяция Черепашек Уменьшится В разы То же самое Могло Произойти И с гигантами Как ни крути Исследования Демонстрируют Что доминация Динозавров Начала сходить На нет И до Метеорита Ну На самом деле Про Инкубацию Яиц И температурную Зависимость Пола У динозавров Надо еще доказать У птиц Такого нет Может есть Конечно Но я что-то У крокодилов Есть вроде бы У птиц Я такого не слышал И в последнее время Все громче Звучат голоса Ученых Заявляющих Что камень Из космоса Стал скорее Гвоздем В крышку Гроба Динозавров Но никак Не определяющим Фактором Ведь в противном Случае Придется Объяснить Опять Видите Про температурную Инкубацию Яиц Динозавров Сказали За каким-то Потому что Кто это Вообще Когда-либо Говорил А потом Фигах А вообще-то Астероид Гвоздь В крышку Гроба Одновременно Мы понимаем О чем говорим Но при этом Мы не понимаем О чем говорим Объяснить Почему вымерли Даже мелкие Динозавры Которые от Млекопитающих Ни размером Ни приспособленностью К выживанию Особо не отличались Пожалуй Самый железобетонный Аргумент В том что Глобальных вымираний В истории земли Было сразу 5 А мелких И того больше Причем Некоторые изучены Досконально И как раз Являются следствием Целой собакупности Факторов Вроде изменения Давления Вулканизма Кислотности Океана И климата Так почему Именно динозавры Должны были погибнуть Мгновенно И в одну секунду Важно также Помнить Что любое Даже самое точное Измерение Сейчас дает Погрешность Дай бог в процент А когда мы Рассуждаем о событиях Случившихся Миллионы лет назад Речь о сотнях Тысяч лет Погрешности За которой Может произойти Все что угодно И скорее всего Процесс вымирания Динозавров Был комплексным Разумеется Метеорит И вулканы Тоже сыграли свою роль Но не так Чтобы мегаполисы И кишащие жизнь У города Динозавров Были стерты С лица земли За несколько дней То что мы называем Мгновенным С точки зрения Истории Происходило так долго Что всю историю Человечества Можно умножить на 100 И это все равно Впишется в рамки Статистической погрешности Так что до момента Когда технологии Будут достаточно точны Бросаться громкими Заявлениями О причинах Вымирания динозавров Точно не стоит Их стоит уважать Ибо доминировать На земле Полторы сотни Миллионов лет Это очень сильно Некоторые факты О динозаврах До сих пор Неизвестны Массовой публике И поражают воображение Ведь стегозавра И тираннозавра Друг от друга Отделяло больше времени Чем тираннозавра От нас с вами Что до продолжительности Жизни Некоторые палеонтологи Считают Что крупные динозавры Спокойно могли жить И по 200 лет Неудивительно Что Некоторые палеонтологи Такого никогда не говорили Потому что Есть гистология Есть гистологические срезы По которым Собственно Видно то что Динозавры Собственно Жили не так Чтобы и долго Например Те же самые Тираннозавры Редко доживали До 25 30 лет На данный момент Вообще В принципе Известен Только один Тираннозавр Который дожил До 30 Возможно Даже чуточку Больше Годиков Вот Так что Нет Изавроподы Тоже Не переживали Полтинник Скорее всего Вот В дикой природе Вообще В принципе Долго не живут Особенно Если ты Активное Теплокровное Животное Тоже Кто сказал Что 200 лет Жили Вот Никто Такого Я не говорил Но Вот В видосе Почему-то Это Есть Когда люди Нашли Первые Останки Огромных Присмыкающихся Их посчитали Останками Древних Гигантов В Китае Динозавры И вовсе Могли стать Источником Мифов О драконах Ну а В современности Они служат Напоминанием Человечеству О том Что наша Так называемая Доминация На планете Является Шуткой По историческим Меркам Мы Конечно Здорово Наплодились Но Хотя бы Десятую Часть Срока Динозавров Мы будем Рады Увидеть Ваш Ответ На вопрос В комментариях Ну а Пока У нас Все До новых Встреч Друзья Вот Ну вот Я как и Сказал Собственно Не Ужасно Но При этом Ты находишься Постоянно На каких То Качелях То есть Тебе Сначала Говорят Одну Вещь Да Которая В принципе Относится К реальности А потом Резко Говорят Что Нибудь Такое странное И ты такой Да елки-палки Как так Можно Я могу Это тысячу раз Повторять Но это Вот так И есть Но Как бы Как видите Ящерозавров Мы не Увидели Это Наверное Хорошо Это все Таки Значит Что Как минимум Читали Источники Какие То Может Даже Мои Видосы Смотрели Что В принципе На самом Деле Не Самая Лучшая Идея Учитывая Что Я В общем То Не Так Чтобы Супер Специалист Так Десятая Часть Срока Динозавров Это Считай Сегодняшних Птиц Я думаю Речь Была Все Таки А не Птичьих Динозаврах Видосы Под пелемешки Ну Да Увы Но Как бы Кто-то Знаешь Вот так Посмотрит Такие Видосы В принципе Ну Ладно Терпимо С другой 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 К структуре Материала Вопросы Охуитительные У меня Вообще Очень Такие Прямо Серьезные Потому что Это как-то Очень странно Все построено Оно Не дает Скажем так Целостной Картины Именно О динозаврах То есть Сам по себе Видос Получается Как такой Набор Фактов Да И вот Мы сейчас Еще немножко Про упрощенную Классификацию Поговорим Ну Я говорю В принципе Не страшно Но Как бы Готовиться Надо К таким Вещам Гораздо Лучше Подетальнее Что ли Смотреть На картину На всю Эту Потому что Это как-то Очень странно Когда ты На таких качелях Находишься О которых Я собственно Говорил